подключаться сегодня мы с вами будем говорить про щелкунчик в постановке григорович и вообще затронем с вами небольшую тему скажем так насколько она может быть небольшая тема щелкунчика этого интереснейшего балета так один зритель у нас есть уже привет привет сейчас подождем всех настроим помахать так давайте-ка еще минуточку буквально здесь побудем подождем пока все подойдут я напомню вам что мы этот эфир сохраним чтобы вас еще была возможность его посмотреть в записи чуть чуть подольше напоминаю что сегодня в 19 часов будет у нас прямая трансляция еще не у нас будет на сайте большого театра прямая трансляция именно постановки григорович и балета щелкунча поэтому советую вам после нашей лекции обратиться и посмотреть сегодня как видите мне немножко поменялся образ я практически как в передаче с канала культуру сижу в стуле и рассказываю вам про то что мы будем сегодня делать ну что всем привет привет машу вам ну что давайте мы с вами начнем итак сегодня в нашей передаче лекция от леонида мы с вами говорим про балет щелкунчик очень известный во всем мире балет наверное только лебединое озеро может быть исполняется чаще чем щелкунчик и соответственно только наверно щелкунчик ассоциируется у всех в основном естественно с рождеством потому что как только наступает холода идет снег и приближается на новый год или рождество во всех странах сразу же играется музыка щелкунчика и те же самые там дети на елке музыка из картины дети на елке или музыка из например вальса цветов или что что он говорит про снежинки наверное известны абсолютно всем поэтому это действительно очень играбельный очень часто составившийся балет причем не только в больших классических театрах но и в любых студиях в любых каких-то детских студиях везде везде все любят этот балет и щелкунчик давайте же с вами поговорим немножко про него этот балет был поставлен в конце дайте подумать это получается девятнадцатый век до и тосты двадцатый век там конец получается 18 начало 20 века 1892 год 6 декабря это можно отмечать как день рождения этого балета щелкунчик да мы все знаем что есть такая сказка у гофмана посвященная соответственно этому персонажу действительно основа балета это сказка гофмана но можно идти дальше изначально идея принадлежала все в узком все русские это человек это директор императорских театров на то время и мы очень часто фамилию с вами слышу потому что тоже сам болит лебединое озеро спящие красавицы практически все известнейшие балеты так или иначе были связаны с фамилией всеворского в частности идея создания данном случае можно отнести к всеворскому всеворский предложил чайковскому точнее лучше сказать заказал чайковскому оперу и балет чтобы этом чтобы одна и вторая одно второе произведение пошли в один день опера должна была одна акне а балет двух акне если опера была так вольным явлением то есть чайковский саму придумать на что же он хотел написать то болель челкунчик был явно продиктован именно всеворским за основу было да не столько сказка смогу нам сколько ее пересказ с дюма отцом где на французский манер была пересказана эта сказка были немножко изменены персонажи связано то как видел всеворский эту сказку он пересказал ее чайковскому чайковский сначала принял также переписал себе в тетрадочку стал обдумать этот момент затем пообщался с 5 по потому что главный балетмейсер будет 5 типа соответственно заказ был на постановку музыки чайковскому а соответственно балета именно 5 по соответственно только видел 5 по он сделать как говориться не так говорить техническое задание т.з. правильно полностью разложив что он хотел видеть сколько актов сколько номеров да и отдал это соответственно чайковскому напомню что заказ был сделан в 1890 году то есть за два года до премьеры работа шла содойственно быстро, потому что в первые декады 90-х годов уже началась работа, уже произошло все общение. Затем у Чайковского случился перерыв, так как Чайковский вынужден был, насколько это уместно это слово, Чайковский поехал в Америку на открытие Карнеги Холла. Было большое праздниство, куда был приглашен Чайковский. Соответственно, к назначенной дате Чайковский не успевал. И в результате этот балет был перенесен немножко позже. И в 92-м году получается январь-февраль. Это конец написания партитуры, оркестровка. И уже к концу года была примера. Петипа поставил балет довольно-таки быстро. Работа началась с конца августа, сентября. И, соответственно, декабря, то есть буквально 3-4 месяца, потребовалось то, чтобы поставить целый балет. Тут стоит еще отметить, что музыка понравилась всем. Когда произошла оркестровка этого балета, то есть оркестровка произошла, соответственно, раньше, чем сам балет был написан, была, скажем так, как демо-версия, как сейчас принято говорить, в русском музыкальном обществе. Нужно отдать дошно, что Петербург на то время был, естественно, как и столица, так и культурная столица. И, соответственно, было множество различных людей, которые очень увлекались музыкой. И у нас в Питере было русское музыкальное общество, где была представлена симфония из этого балета. И по свидетельствам очевидцев, музыка была принята на ура. И 5 из 6 номеров, которые были показаны в этом произведении, были повторены. То есть настолько была шикарная музыка. Соответственно, стоит еще один момент отметить. Как мы уже с вами общались, когда говорили про «Лебединое озеро», основные моменты щелкунчика все-таки ставил не Петипа. И вообще, как это часто бывает, когда приходит какой-то интересный заказ, Петипа пишет «Лебрет», в данном случае «Лебрет» все-таки относится к Петипа. Не столько к Всеволожскому, хотя он авторидии, а именно к Петипа. Петипа, хотя к этому времени, конечно, он уже был в возрасте, Петипа заболел. И, естественно, самые лучшие моменты стал ставить кто? Тот самый Лев Иванов. Это человек, который считался вторым. Да, он считался вторым в театре балетмейстером, но тем не менее. Самые ответственные моменты в «Лебедином озере», например, тот самый «Лебединок» ставил уже именно Лев Иванов. Также здесь щелкунчики, большинство номеров ставил Иванов. И ему пришлось ограничить себя в рамках, потому что не он писал либретто. Ему дали готовый материал, ему дали уже готовую музыку и готовое техническое задание, по которому он должен был ставить. Но известно, что у Льва Иванова было особое видение. Лев Иванов всегда по-особенному чувствовал музыку. И именно музыка Чайковского на тот момент все-таки была более прогрессивная для балета. Напоминаю вам, что до этого были обычно заказные балеты, и люди просто, придворные капельдинеры, просто писали подряд музыку. То есть, как обычно работа. Чайковский все-таки больше симфоническую музыку писал. Он симфонизировал балет. Их герои прописывались музыкально отдельно. То есть, мы в музыке слышим это. Так, музыка была именно индивидуально под каждой балет. Также у Льва Иванова было особое чувство этого, этой музыки. Поэтому их работа совместно смотрелась еще лучше. Так вот, так как именно Лев Иванов по-особенному чувствовал музыку, может быть даже чем-то лучше, чем сам Петипа, то именно он поставил такие замечательные моменты, как, например, вальс снежинок, как некие моменты детей на елке, да, или вальс последней макте. То есть, все вот эти вещи, которые, скажем так, навеяны уже новым временем, а все-таки белый балет это появление конца XIX века, они в основном именно в творчестве Льва Иванова сильно раскрылись и приукрасили боли щелкунчиком. Другое дело, что само Либретто было довольно-таки странным. Отталкиваясь, опять-таки, от идеи уже сказанного нами Всеволожского. Идея была следующая, что второй акт это некая, скажем так, другая страна, состоящая из различных сладостей, куда вот, соответственно, приходит Клара, на тот момент героиню звали Клара, и щелкунчик. И там происходит дивертисмент. И всем показалось, что немножко болит скудноват, что очень странно показан первый акт, непонятно, зачем такой дивертисмент, но все отмечали музыку. И все отмечали те моменты, которые поставил Лев Иванов. Тем не менее, балет прошел практически 30 лет. И стоит отметить, что если сейчас мы с вами знаем, что щелкунчик это везде, куда вы не суньтесь, в любой стране мира, практически в любом студии, в любом театре будет идти или как-либо светится щелкунчик, на тот момент такого еще не было. И щелкунчик это был все-таки прорывным балетом. И действительно он входит в те золотые балеты, которые остались от нас от Петипа. Балет, конечно, просвещал долго, почти, повторюсь, 30 лет. В Москве еще его не было. То есть Питер действительно очень долго держал эту марку. И только в 19-м году, 1919 год, уже на тот момент известный балетмистер Горский решил поставить в Большом театре. Балет выдался интересным. Если у Льва Иванова и Петипа было всего два акта, то у Горского уже целых три акта. Балет стал больше. Но балет долго не просвещал. Все-таки 19-й год был такой очень сложный и для страны, и тем более для искусства. Балет долго не просуществовал. Затем была в Москве еще одна постановка, уже совместная с двух хореографов, которая также долго не просуществовала. Но вернемся в Петербург. После, соответственно, постановки Петипа Льва Иванова, следующая постановка была уже другим, не менее известным, Федором Лопуховым. Напомню вам, что если Петипа Лев Иванов это, скажем так, золото 19-го века, конца 19-го века, то у нас после 20-х годов, уже 20-го века, начинается новый период. У нас появляются, во-первых, изменения в стране. Мы уже живем не в империи, а уже на тот момент это Советский Союз. И у нас изменения в понятии искусства. У нас новые слова появляются. У нас появляется такая вещь, как драм-балет и танцсимфония. И Федор Лопухов все-таки он больше относился к танцсимфонии. Он хотел именно это выразить. И мы еще к этому с вами вернемся, к этим понятиям в балетах. Так вот, Федор Лопухов в 20-х годах, в начале 20-х годов, решил этот балет еще раз поставить. А как мы с вами понимаем, что если балет идет очень-очень долго, то появляется некое наслоение. То есть, получается, что кто-то, например, под себя переделает партию, кто-то, например, добавляет новый выход. Где-то меняется свет, где-то еще что-то. И в результате, за такое количество повторений, балет может смотреться уже совсем по-другому. Не так, как его изначально задумал автор. Так вот, в начале 20-х годов, Лопухов решил сделать реставрацию этого балета. Что стоит отметить? Когда была примера у Петипа, в основном, у Петипа Льва Иванова, в основном на сцене предчувствовали именно ученики Академии. То есть, этот балет ставился не столько на уже известных танцоров, сколько именно на выпускников. То есть, как сейчас у нас принято, что выпускаются, что выпускники Академии танцуют именно «Щелкунчик». Так же и тогда, в то время, некие подобные действия происходили. Соответственно, в 24-м году была первая реконструкция, и в 29-м году Лопухов решил сделать полностью новый балет. А как мы понимаем, уже в то время реконструктивизм вовсю был, и некоторые другие веяния сделали новый балет. Здесь отчетно виделось влияние не менее известного человека, как Мейрхольд. Решили сделать балет, во-первых, повторюсь, в стиле конструктивизм. Во-вторых, решили поменять имя. Все-таки после 19-го года главная героиня звалась уже точно не Клара, а звалась уже Мария или Маша. Были изменены несколько персонажей. Но самое главное, опять-таки, было три акта, но уже 22 картины. То есть, опять-таки, это много. Более того, решили, скажем так, привнести русский дух. И очень много вещей, очень много декораций было сделано именно с отсылкой на русский дух. Пойдем дальше. После 1929 года, естественно, этот балет продлежался всего лишь 9 спектаклей. То есть, даже не 9 сезонов, а всего 9 спектаклей. Броншином было сделать абсолютно новый балет. Здесь мы с вами увидим новую известную фамилию Вайнона. Этот балет существует до сих пор. Первый балет был поставлен в 1934 году, и он отталкивался, соответственно, мы говорим про Вайнона. Вайнона отталкивался именно от Петипа, от балетов конца 20-го века. За основу было взято, опять-таки, Либретто, именно Петипа, но оно было подредактировано. То есть, если у Петипа, кроме Щелкунчика и Маши, точнее у него была Клара, была еще Фея Драже, Принска Клюш и другие персонажи, которые также выступали, также танцевали какие-то сольные партии, то, например, у Вайнона он лишних убрал, но зато ввел знаменитую дажу в последнем акте, где танцует Щелкунчик, Маша и еще четверка кавалеров. Очень интересно дажу. Это дажу было повторено в некоторых других направлениях. В некоторых других балетмейстерах также используется именно четверка кавалеров, а даже. Но это уже будет потом. Что еще интересно? 34-й год, новая постановка. И в этом же году не менее известный постановщик Мариинского театра Сергеев уезжает, а еще, точнее сказать, убегает на запад. И он не просто убегает, он прихватывает с собой все партитуры, все записи, всех балетов, которые существовали. И начинает активно работать в Лондоне. И практически в том же году, там примерно в 35-м году, появляется этот балет уже в Англии. Более того, Европа знакомится с этим балетом. И теперь уже распространение Щелкунчик, как говорится, неминуемо. Он начинает свое шествие по миру. Что же происходит в Москве? В Москве еще идет постановка предыдущих людей, но она уже сходит на нет. В Москве, как такого Щелкунчика, уже не существует. Москва осталась без него. Так вот, очень долго, с 34-го года по примерно 47-й год, идет постановка именно Вайнонана. И после войны идет первая реконструкция. Немножечко изменяются персонажи. Поле становится приближенный к детям. А уже в 50-х годах к постановке Вайнонана прикладывают в свою руку не менее известный Симон Версаладзе. Об этом персонажи стоит отдельно поговорить. Потому что Версаладзе считается основателем, скажем так, нового, наверное, жанра, новой техники. Кто такой вообще Версаладзе? Это художник. Это театральный художник. Человек, который сделал очень много и балетов. Имеется в виду, сделал красивые костюмы, сценографию прописал правильную. Если правильно можно выразиться про художника, что он пишет сценографию. Поставил в нужный свет, декорации сделал. Этот человек родился в Грузии. Долгое время проучился там, ставил как в грузинском балете. Так работал в большом, в малом театре, в театре имени Кирова. На тот момент назывался Кировским театром. Очень много балетов прошло через него. Что интересно? Что же нового он открыл? Считается, что работу с музыкой и светом придумал именно он. То есть, музыка, которую вы слышите, она перекликается с цветом, с понятием цвета. То есть, каждая нота имеет определенный цвет. Именно это он пытался передать. То есть, цвет музыки. Именно цвета музыки были переданы в его совместной работе с Григоровичем, которая в это время уже началась. Так вот, Версалат сделал новые костюмы к балету соответственного Вайнонана. Это был, получается, 54-й год. И что удивительно, театр, после того, как произошла премьера, обновленные костюмы, обновленные декорации, обновленный свет, театр подарил, именно подарил щелкунчик академии. И с тех пор, с 50-х годов, все щелкунчики, все щелкунчики, которые показываются в Мариинском театре, выступают в основном академии. Да, сейчас, конечно, есть разделение. Сейчас в Мариинском театре идет как щелкунчик именно Шемякина, так и, соответственно, воинонский щелкунчик именно с артистами. Но академия имеет свой щелкунчик, и она всегда перед Новым годом показывает его. То есть, вот это вот, знаете, движение, что молодежь должна выступать на сцене, как бы проходить практику, так и показывать себя, началась еще с 5 типа. Соответственно, к этому времени мы уже можем с вами говорить про сотрудничество и Григоровича, и Версаладзе. Григорович к тому времени уже закончил, то есть, до 40-х годов, закончил академию, причем нужно отметить, что Григорович закончил именно Вагановскую академию и очень долго работал в Кировском театре. То есть, вкусил вот эту постановку, да, которая происходила именно в Кировском театре. Там же он познакомился с Версаладзем и сделал свои первые балеты. Да, он начинал, естественно, ставил балеты, ставил танцы в операх, ставил балеты в различных маленьких студиях. Но, тем не менее, его первый балет, балет «Каменный цветок» был сделан именно в Мариинском театре, тот же момент назывался Кировским театром, вместе с Симоном Версаладзе. Здесь он использовал именно национальную тему. Следующий балет у него была «Легенда о любви», где также использовалась национальная тема. И идем дальше. Дальше он уехал в Новосибирск, ему пришлось там поставить. Из Новосибирска только он был приглашен в Большой театр, где сделался сначала «Спящую красавицу», а потом в следующий балет, и это был «Щелкунчик». Почему мы здесь должны остановиться? Мы с вами говорили про Лопухова, да, про то, что в начале 20-х годов идет изменение в понятии балета, в понятии искусства. Мы с вами говорили, что появляется драм-балет «Танц-симфония». Так вот, балет Григоровича – это уже 66-й год. Вот в 66-м году была премьера этого балета. В это время, в конце 50-х годов, идет известный слом. Что имеется в виду? Идет смена поколений хореографов, идет смена направлений. Начинается большая, скажем так, большой скандал между разными поколениями, потому что уходит эпоха Лопухова, уходит эпоха того же Петра Гусева. Это люди, которые очень сильно, даже Сахарова, о которых мы говорили с вами в прошлый раз, позапрошлый раз, когда говорили про «Медного всадника», люди, которые именно утопили за драм-балет, которые говорили, что только драм-балет должен быть. Хотя ремарка все-таки изначально Лопухов, как и в последующем, он все-таки говорил про «Танц-симфонию». Несмотря на то, что ему приходилось ставить драм-балет, Лопухов все-таки предупреждал «Танц-симфонию». Так вот, 50-е годы – это слом. Приходит новое поколение, приходит тот же самый Григорович, который опять-таки меняет понятия. Чуть позже, например, пришел Боярчиков, еще, конечно, чуть попозже, приходят разные другие хореографы, и мы видим уже абсолютно новый Боярд. Так вот, здесь, в 66-м году, родился новый «Челкунчик». Причем не просто родился. В «Большом челкунчике», как мы с вами говорим, уже не было к тому моменту. И нужно было в главном театре страны все-таки на тот момент, в 66-й год это Большой театр является главным, столичным театром, «Нужно был свой «Челкунчик».» И вот его ставит Григорович. Здесь идет новое изменение. Во-первых, уходит драмбалет, а значит, нужно было заменять не просто жестами, а заменять именно движениями, танцем заменять. И вот эта танцыфония, танцыфоничность, и плюс еще работа Версаладзе, который очень много проработал именно с Григоровичем, который видел этот балет по-другому, они вносят новый цвет, новый цвет и новую пластику. Мы видим абсолютно пластичный спектакль. Если раньше та же самая постановка Вайнонона, она была в классическом стиле конца 20-го века, то все-таки постановка Григоровича это уже середина 20-го века. То есть мы с вами не видим драмбалета в «Челкунчике». Другое дело, что с того момента, уже 60-х годов, идет постановка по всему миру. И мы видим абсолютно различные направления. Если, например, у Лопухова некоторые артисты говорили на сцене, то у Вайнона она нет, у Григоровича нет. Если мы пойдем дальше, то, например, появляется еще через много времени постановки «Бежара», там, например, люди только разговаривают на сцене. И вообще абсолютно другая тема. Идет другая философия. Щелкунчика начинает развиваться не только как детский балет, но он глубоко философский. Вообще считается, что музыка Щелкунчика намного глубже, чем сама сказка. То есть либрет обычно пишется довольно-таки, скажем так, детская, а музыка намного глубже, чем она есть. Не все хореографы могут передать глубину этой музыки. И вот считается, что именно Григорович смог копнуть глубже и максимально близко приблизиться к тому, что заложил именно Чайковский туда. Мы видим трансформацию героя, мы видим, что появляется Щелкунчик, Щелкунчик куклы в первом акте. Не как отдельная игрушка, а именно как персонаж двигающийся. То есть здесь Щелкунчик уже артист, который танцует. Мы видим, как он ломается. Какие-то изменения у него. Мы видим, как он танцует с Машей, мы видим какие-то еще изменения. Это не отдельная кукла, это целый персонаж. Мы видим, как танцует второй акт. Мы видим изменения, мы видим, к чему стремится. То есть у нас получается второй акт, это подъем по елке, то есть различные препятствия с елки принц и принцессы должны подняться на самый верх, и там у них должно быть празднование. То есть это абсолютная разница. Да, в дальнейшем есть и другие постановки в различных других жанрах. Опять-таки повторюсь, есть как неоклассика, так, например, и какой-нибудь балет других эпох. Да, на Челкунчике многие выросли. Григорович, так как он заканчивал академию, танцевал в Мариинском театре, он также наизуи знал Вайнонана, он знал, как ставился этот балет. Более того, мы можем с вами говорить о том, что он в Америку, например, перевез Баланчин Челкунчику, потому что Баланчин участвовал в посылок в Клопухово. И, кстати, Баланчин же сотрудничал вместе и с Версалацией, когда в Грузии ставил свои балеты, как вариант. Поэтому, опять-таки, интересный момент, что вот это зацикленность, что на тот период все со всеми сотрудничали, все всех знают. Поэтому стоит посмотреть балет сегодня, Балет Челкунчик, потому что это абсолютно на тот момент новый балет. Это балет, который продержался, как известно, более 500 раз. Он был показан, а это очень много с того времени. Балет, который до сих пор ставят. До сих пор приходят заказы на постановку Григоровича. Григорович до сих пор жив, ему уже больше 90 лет, и он до сих пор ездит по миру и ставит этот балет. Есть интересные записи этого балета. Есть постановка, есть фильм «Балет» с 77-го года с Васильевым, который также стоит посмотреть. Можно посмотреть, как менялся этот персонаж, какие были изменения, добавления. Что стоит еще добавить? Что балет действительно знаковый. Балет показывает всю глубину. Балет, через этот балет различные хореографы пытаются показать, что же они чувствуют, как же они понимают. И все-таки этот балет уходит в философию. Он далеко ушел от детской сказки к более глубоким философским понятиям. Очень часто в этом балете дроссельмеры показывают не просто как главного или доброго персонажа, а зачастую показывают скорее как некого злого волшебника, или как некую, может быть, другую сущность. Можно даже провести аналогию с черным коршулом, коршуном из Лебединого озера. Может быть, это немножко грубо будет, но есть некая такая похожесть. Что ж, советую вам все-таки этот балет посмотреть. Также посмотреть новые постановки. Сейчас есть постановка в Мариинском театре, постановки Шемякина. Там немножко другая вообще суть. В этой постановке показано, что, например, есть родители, которые отдельно существуют, которые, например, Машу не так сильно любят. Она немножко брошенная, например. Очень вычурно показан первый акт, вот это псевдопоказ, драговизна. Показана очень сильно мышь. Вообще там показано влияние Шемякина. Шемякин на свой взгляд определенный, на мир, на мир культуры. И именно этот взгляд он перенес. Шемякин является как бы идейно-вдохновительным спектаклем. Он даже многие мизансцены сам пытался поставить. И Кирилл Симонов, как хореограф, он, в принципе, чем-то похожий, как Лев Иванов, работал в этом маленьком жанре уже в готовом ТЗ. Ему нужно было доставлять потанцевальные сцены. Так что тоже советую посмотреть. Сейчас интересно в Михайловском театре новопостановка «Но чудо-ва». Очень красивый первый акт, очень красивый первый акт, шикарный первый акт, сделанный. Немножко поскупее второй акт. Но что интересно, опять-таки мы вернемся с вами к Вайнонуну. У Вайнонуна заканчивался болезн следующим образом. После того, как все станцевали, делать и смент, щелкунчик начинал потихонечку замирать. И в конце концов он останавливался в определенной позе. Получается, что как бы заканчивался сон, не тем, что вот все станцевали, все разошлись, и потом Маша просыпается, а именно о том, что щелкунчик начинает замирать, и потихонечку все расходятся, щелкунчик окончательно замирает, на этом закончился сон, и Маша проснулась. И именно этот же момент использовал Ночо Дуата. У него также щелкунчик в конце деватесмента начинает потихонечку замирать, и замирает в определенной позе. То есть, некие такие схожести, так как некое дань уважения все-таки используют различные хореографы. Ну что ж, на этом я заканчиваю. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, напишите мне. Существую я отвечу здесь или отвечу вам в личных сообщениях. На данный момент, сегодня мы с вами смотрим балет Большого театра в 19 часов, прямая трансляция «Челкунчик» в постановке Григоровича. Пожалуйста, смотрите. Ну что ж, так, вопросов нет. Нет, надеюсь, вам было все понятно. На этом я с вами заканчиваю. Всем спасибо и пока-пока.